сегодня тема нашего видео экзамены ПАО или ПСЕ у меня в гостях представитель языковой школы Испания в Валенсии и мы ответим на все ваши вопросы которые вы присылали нам в социальных сетях или на email как всегда контакты вы можете найти в описании к этому видео перед тем как мы перейдем к рассмотрению всех вопросов подпишитесь на наш канал дайте нам авансом лайк потом можете его забрать в конце видео если не понравится и давайте начинать Владислав спасибо что согласился ответить на наши вопросы сегодня у нас без лирики переходим конкретно к рассмотрению вопросов если по ходу видео у вас появляются вопросы которые мы не затронули или какие-то моменты остались неясными пожалуйста пишите их в комментариях мы обязательно вам ответим так первый вопрос можно ли поступить в университет в Испании без сдачи экзаменов чтобы поступить в государственный вуз в Испании на бакалавриат есть два важных критерия первое это студентам нужно сделать амалогацию школьного диплома и второе это сдача самого вступительного экзамена ПСЕ который дает возможность набрать высокий проходной балл скажи пожалуйста вот нам прислали интересный вопрос три аббревиатуры ПСЕ ПАУ и ЭБАУ в чем разница этих экзаменов для каких людей они предназначены сам вступительный экзамен он называется ПАУ и многие знают его также как салативидат а ПСЕ и ЭБАУ это система самого экзамена зависимости от автономного сообщества а в нашем автономном сообществе валенсия какой предусмотрен здесь студенты сдают сам экзамен ПСЕ то есть иностранному студенту чтобы понять какому экзамену готовится нужно определить свою свое автономное сообщество и тогда будет понятно какой экзамен только от этого зависит заранее студенты должны понимать на какую специальность они хотят поступить и в какой в каком университете также провинции хотят учиться в дальнейшем от этого может отталкиваемся понимаем сколько предметов они должны сдавать то есть в любом университете валенсии экзамен только ПСЕ да на данный момент все университеты валенсийского сообщества принимает систем экзамен ПСЕ что включает себя четыре предмета и как раз следующий вопрос сколько экзаменов в ПСЕ всегда только четыре или это зависит или ПСЕ это четыре экзамена ЭБАУ шесть то есть нам повезло у нас меньше экзаменов на данный момент поскольку в следующем году также могут быть изменения и валенсийские вузы смогут принимать шесть предметов когда где и кем проводится экзамен ПСЕ все иностранные студенты сдают вступительный экзамен ПСЕ в университете УНЕТ УНЕТ это единственный дистанционный университет который принимает экзамен для иностранных студентов но УНЕТ также имеет ограниченное количество мест и студенты которые готовятся к этому экзамену с нашей школы у них уже есть гарантия то что они будут сдавать экзамен в этом университете то есть если ты готовишься самостоятельно например к экзаменам то насколько велик шанс того что тебя просто нет места для сдачи этого экзамена поскольку ограниченное количество мест именно возможно студент не будет сдавать валенсии ему придется ехать в другую провинцию для сдачи самого экзамена то есть на каждую провинцию есть определенный все верно экзамен ПСЕ это платный экзамен или он предусмотрен как бесплатный в рамках поступления да все иностранные студенты они оплачивают за сам экзамен стоимость составляет 240 евро и еще студенты доплачивают 50 евро чтобы сдать экзамен непосредственно валенсии через нашу школу как узнать каким экзаменам нужно подготовиться для определенной специальности два важные вопросы которые мы задаем до начала самого экзамена это какую специальность выбирает студент для новейшего обучения и в каком университете какой провинции он хочет учиться поскольку имея эту информацию можем можем студентов проконсультировать что касательно предметов и приведем пример допустим многие студенты поступают на специальность ханны что есть администрация управления компанией профильные предметы которые по которым должен готовиться студент это будет математика экономика английский и допустим история искусства а медицина например знаешь какие экзамены будут обязательно они должны будут готовиться по химии биологии это и математика я так понимаю что каждой специальности есть свои предметы лично вашей школе каким предметом можно подготовиться все равно наверное не вовсе не все предметы мира которые существуют какие то есть основные направления задача нашей школы чтобы студент успешно сдал экзамен и набрал максимальные проходные баллы поэтому мы предоставляем те спеца те предметы которые являются профильными и не тяжелыми для сдачи экзаменов поскольку такие предметы как например латинский язык или философия мы изначально не предлагаем эти предметы потому что они очень тяжелые для студентов но такие предметы как математика экономика биология они являются профильными для многих специальностей самые востребованные предметы считается математика экономика химия биология физика история искусства. Сама программа, она длится 8 месяцев. Это долгосрочный курс, где студенты занимаются каждый день с понедельника по пятницу. И каждый предмет у них длится 1 час. Поэтому наша основная задача, чтобы с октября до нового года студенты прошли уже все темы по каждому предмету, а после нового года они уже повторяют материал и также сделают пробные экзамены. Под этот вид обучения можно получить студенческую визу? Все верно. Подготовительная программа ПСЕ – это долгосрочный курс, который дает возможность получить студенческую визу и в дальнейшем иметь возможность продлевать ее на территории Испании. То есть, я так понимаю, человек у себя в стране подает в консульство заявление, получает визу студенческую визу сюда, приезжает, сдает здесь экзамен и продлевает на территории Испании, поступает уже в университет. Продлевает он уже визу через университет. Если не поступил, продлить не может. А если он не сдал экзамен? Такое бывает, что он возвращается в школу, чтобы заново учиться и поступать на следующий год. У нас были студенты, которые на момент подготовки видели то, что уровень Испанского, к сожалению, не позволял им хорошо, успешно подготовиться. Поэтому они меняли тип курса, они изучали интенсивно Испанский и уже на следующий год готовились по… Конечно. Я представляю, что Испанский здесь должен быть такого высокого уровня, не просто понимать преподавателя, но понимать нюансы в химии, в биологии, в экономике. Нужно же понимать, не только как конкретно перевели, но наверняка есть в каждом языке особенности, которые нужно понимать и читать между строк, так сказать. Все верно. На момент начала подготовки всем студентам мы рекомендуем иметь уровень Испанска как минимум B1, поскольку чем выше уровень Испанского, тем легче нам будет проходить саму программу. Владислав, если заговорили про уровень языка, языковую школу, скажи, пожалуйста, нужно ли в университет предоставлять сертификат о сдаче экзамена Daily, то есть о знании испанского языка как иностранного? Здесь также все зависит от университета. Допустим, университеты Мадрида, они уже требуют студентов дополнительно сертификат Daily и уровень B2. Но преимущество университета в Валенсии то, что достаточно будет знать только 4 предмета. Сертификат Daily они не требуют. Мне вообще кажется, что через несколько лет Валенсия будет, мы к этому стремимся, мировым центром по изучению испанского языка и в целом для получения высшего образования. Потому что действительно в Валенсии есть столько возможностей, о которых, к сожалению, пока мало кто знает. Как оценивают результаты экзамена по СЕ? Как студент может понять, он набрал определенное количество баллов или нет? То есть когда он уже сдает экзамен, он может понять, что ну все, не прошел? Когда студенты пишут экзамен, оценивается по 10-бальной шкале. И самое важное набрать больше 5 баллов, потому что если мы набираем меньше 5 баллов, это означает 0. Ты сказал пишут, то есть весь экзамен в письменной форме? Да, все верно. Сам экзамен он проходит в письменной форме. А письменный или ставят галочки тест? Это зависит уже от самого предмета, потому что есть такие предметы, как математика, где действительная задача студент должен решать, или такой экзамен, как история Испании, где уже в развернутой форме они должны написать. Есть ли какое-то решение для тех, кто, к сожалению, не сдал экзамены? Существуют ли университеты, учебные заведения, которые примут без этого экзамена ПСЕ? Изначально сам экзамен ПСЕ, он не является обязательным, но нужно понимать, что без экзамена мы получаем минимальный проходной балл. Изначально сам экзамен ПСЕ, он не является обязательным, но в то же время мы не сможем получить высокий проходной балл, потому что за малогацию нам дают от 5 до 6 баллов, а дальше студенты сдают экзамен, чтобы набрать высокий проходной балл, поскольку максимальный балл является 14. Ну и существует, наверное, конкурс на место, да, и выбирают людей в соответствии с тем, у кого сколько баллов. Все верно. А скажи, пожалуйста, иностранцы идут как бы в другой очереди или вместе с испанцами? Как-то разделяют их? Есть какие-то поблажки, так сказать, для иностранцев? А иностранные студенты, они идут в том же списке, что и испанцы, и есть определенное количество мест на ту или иную специальность. Но также один из важных факторов – это сам проходной балл. То есть на каждой специальности есть какой-то минимальный проходной балл? И какой, например, на две самые популярные специальности – медицина и, ну, пусть экономика, бизнес-администрирование? Медицина является… Медицина – это одна из самых тяжелых специальностей для поступления, поскольку минимальный проходной балл у них идет от 12 до 13 баллов, а максимальный проходной балл – 14. То есть если будет достаточно людей, кто сдал на 14, те у кого 13? Все верно. К сожалению, они первые поступят, да. Да. И если мы получаем всего максимум 6 баллов за амалагацию диплома, то есть нужно набрать еще получается 8, чтобы 14 набрать. Да, и благодаря экзамену мы повышаем проходной балл. Да. И если в экзамене максимум 10, то экзамен это нужно сдать довольно хорошо на 8. Все верно. Стоит подготавливаться. Скажи, пожалуйста, есть ли какая-то разница между студентами, теми, кто живет в рамках Евросоюза и за его пределами? Какие условия для их поступления? Одинаковые или в чем-то есть различия? Да, есть различия, поскольку студенты из Европейского Союза, они не сдают экзамен, потому что их амалагация оценивается по 10-бальной шкале. А наши ребята должны сдавать экзамен, потому что за амалагацию получают только от 5 до 6 баллов. Понятно. Кстати, студенты из Латинской Америки также сдают экзамен ПСЕ, как иностранцы. Но мы все прекрасно понимаем, что испанский – это их родной язык. Интересный факт. Хорошо, смотри, мы, например, сдали экзамен. Что дальше? Какие действия? Экзамен проходит в течение 2-х дней. После этого в течение 2-3 недель студенты получают проходные баллы. И следующий шаг – это сделать перерегистрацию во все вузы. Студенты составляют список университетов и специальностей. Мы всегда рекомендуем иметь разные альтернативы. И список составляется согласно приоритету. И снова через 2-3 недели они уже получают ответ от университета и делают матрикула. Матрикула – это регистрация непосредственно в тот университет, куда они поступили. Давай подведем итоги по срокам. Получается, сам экзамен проходит в мае ПСЕ. Курс начинается в подготовке к этому экзамену в октябре. Запись на курс максимум до августа. Если человек, например, не успел и хочет записаться посреди года, может быть, 1 января проснулся и решил начать новую жизнь и ехать учиться в Испанию. Говорит, как так? Уже все пропустил. Может ли он посреди курса заскочить? Студент, конечно, может начать позже самоподготовку. Но нужно понимать то, что сама подготовка начинается в октябре. То есть он заскочит как бы заново. Для вас никто курс начинать не будет, но тем не менее можно с группой продолжить обучение на том моменте, на котором вы присоединитесь. И стоит сделать акцент на уровень испанского. Я знаю, что некоторые ребята, которые еще совсем не владеют испанским, и они приняли такое решение учиться в Испании на испанском языке и хотят на следующий год приехать. Такой курс им, наверное, не подойдет, потому что уровень будет недостаточный. Для этого нужно иметь минимум уровень B1. Да, наша рекомендация – это минимум B1. Чем выше, тем легче студенту будет проходить самоподготовку. Распространенная ли эта практика, что к вам приезжают сначала выучить язык до должного уровня, а потом продолжить именно на подготовке? Большинство студентов заранее приезжают в школу, чтобы сперва интенсивно изучать испанский язык. Это приблизительно с июля по октябрь, и в октябре уже начать подготовку к курсу ПСЕ. Спасибо. Мы ответили на основные вопросы. Если у вас остались другие вопросы, мы всегда рады им в комментариях. Если вы хотите получить индивидуальную консультацию, вы также можете связаться с нами. Все контакты вы найдете в описании к этому видео. Друзья, всем спасибо, и будем ожидать вас в нашей школе. Пока-пока. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok